МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В освятой службы информации телерадо компании Гомелес туда и працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Да не на поваге историческому минулому. Сегодня в Беларуси означают день Кострышницкой революции. По дарунке региону до 7-го листопада городы и вёски открывают важные и долгошаканные объекты. За мир, одинство и незалежность в Лельчицком районе сегодня прошел автопробег под названием «Дорогами спаленных вёсок». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня Беларусь означает день Кострышницкой революции. Ранницей в Гомеле на площади Ленина собрались люди разных у взрослых профессий, как пригадать одну из центральных подей минулого 100-го года. Что и она увасабляет для гомельчан, які пришли на субботний митинг, доведалась наша домашняя группа. Городские улады, представники предприемств, громадских объединений, политических партий, молодь. Усяго около 200 человек сёня наведали помник Ленину. Для их дата Кострышницкой революции увабрала у себя множество сенсов и нагод, как памятать обьёй. Так само гэта Данина по ваге краине, якая заявилась, дякуючи падеям 103-годовой давности. Итогом этой революции стало бесплатное и доступное образование и здравоохранение для всех граждан страны, право на труд для каждого гражданина, дружба более чем со 137 наций и народностями, небывалые достижения в науке, а также великий прорыв во вселенную. Молодь своему делам у митингу показывая, яна не обыяковая до истории краины, лёсу людей, які познали жахи Великой Айчинной войны и отбудовывали пасляя целые городы. Мы, молодёжь, сохраним и приумножим богатства, которые оставили нам наши соотечественники. Поэтому я хочу пожелать, чтобы в жизни нашего народа никогда не повторялись войны и трагедии, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу нашим соотечественникам. У громадствы неоднозначное ставлене до святок Астрышницкой революции. Некто лечит свято перожитком минулого, а для некого – это по-ранейшему актуальная дата. Тут собрались люди, які упевнены. Дату 7 листопада повинен памятать кожны. Советский солдат именно спас мир. И это хотят все переписать эту историю. Никак нельзя это допустить. Это наша история. Ведь народ, который не знает своей истории, не будет у него движения в будущее. Поэтому Октябрьская революция дала толчок для развития именно белорусской государственности. Поэтому я считаю, что об этом надо помнить, ну и отдавать дань этому празднику. Я считаю, что сегодня это очень актуально. Актуально почему? Потому что было выставлено социальное общество, которое мы стремимся и сейчас. И 7 ноября, как и для моего отца, для моей мамы, это очень важный день. Беларусь – амальадзиная краина на постсоветской просторы, якая отзначает день Кастрышницкой революции на державном узровне. Улады надают великое значение святу, тому им кнутся донести идею об его важности усим, у первую чергу молодому поколению. Миколай Скинтиян, Сергей Камкоу, телерадуя компания «Гомель». Добрая традиция до 7 листопада – открытие социально-значных объектов. Одним из них сегодня стал Жлобинский историко-краизнавший музей. Установа тримала новое житё и новую прописку – у будинку былого детячего сада. После проведенной масштабной реконструкции его не познать. На урашистом открытии побывала Ганна Коральчук. Жлобинский историко-краизнавший музей начал свою работу в 1987 году. С того часа в его фондах собралось больше за 20 тысяч экспонатов. Им нужно было найти годное место для размещения. Для этого в 2013 году начали реконструировать соседний дом двухповерхового детячего садка. Однако на шесть годов працы были прекращены. Обновились они в минулом году, благодаря финансованию облвыконками, сродкам с районного суботника и спонсорской ДПОМОЗе. За те годы, что музей шел к такому сегодняшнему дню, много вложено средств и людских, и материальных, чтобы это здание, такое, какое мы сегодня видим, было воплощено. Вы сами помните, когда оно начиналось. Я еще немножко вернусь к истории и скажу, что сегодня для каждого края это нужно, потому что это история, это память о наших предках, этих людях, которые живут и работают на территории не только Жлобина, но и Гомиш и целом с нашей стороны. На дальнейшее умоцевание материально-техничной базы музея Геннадий Соловей передал директору установы сертификат на 30 тысяч рублей. И еще 10 тысяч музею на новоселье подарили районные улады. Далее гости оглядели будинок. И он выявляет собой целый комплекс. Одных экспозиционных залов тут одразу 16. И они поделены на исторические периоды. Например, в зале археологии можно увидеть кости бизона и мамонта. В зале национального костюма ткацкий станок и слуцкий пояс. Далее зазернуть у краму и оглядеть вагончик 19-го стаходя в чехуночной зале. Особный блок, присвеченный военным подеям и обновлению района после Великой Отчинной войны, доведаются гости и об Жлобине сучасным городе Металургов. Кроме экспозиционных залов, на другом поверхности створили вот такую пригожую локацию. Это картинная галерея. Сейчас тут размещены работы местных местных мест. Для творчих Жихара Ужлобина новая пляцовка – соправдная знаходка. Я не рада перспективе показывать свои творы в родном городе. Ранее выставочных просторов в райцентре не было, а зараз у музея створены усе необходные умовы для размещения, заховывания экспонатов и проведения мероприемствов. Лет так 50 в городе не было ни одного зала выставочного. И до сегодняшнего дня не было. Художники многие уехали отсюда, потому что перспектив для выставки никаких не было. Поэтому возможности для выставок не только местных художников, нас, аборигенов, но и выставок известных художников можно приглашать кого угодно сюда, сейчас, на данный момент. А кроме галереи в новом музее есть особная выставочная зала, где разгорнулась экспозиция авторских лялек Сергея Дроздова «Мужчинский погляд». В лекционной зале и в музычном-литературном салоне будут проводить встречи. Особный покой с интерактивными панелями и батлейкой створили для маленьких наведывальников, яких чекают развивающие занятки и гульни. Будинок постарались озробить комфортным и для инвалидов-колясочников, которые так само смогут наведовать музей. Усех это выник працы великой колькости людей. А кроме державного финансования, гроши на новом музее хвайровали наводзвычайные горожане. Рамотные работы выполнил будовничный трест номер 20 города Светлогорска. Наполнять залы допомогали предприемству и рамесники. Да и сами работники музея проводили тут сутки напролет, продумывающие экспозиции и створающие объекты уластными руками. Только благодаря вот этим совместным усилиям мы смогли сегодня реализовать тот проект, который у нас сегодня реализован. Особые слова благодарности я хочу сказать своим сотрудникам, сотрудникам нашего Жлобинского историко-краеведческого музея. Потому что на их плечах, на их руках это создание вот этого уникального, с моей точки зрения, объекта культуры. Две с половой тысячи квадратных метров дают великую простору для дальнейшего развития. Зараз в музее працует 14 человек, але штаты обовязково будут поширать, как бы в особицу жизни все новые и новые задумки. Ганна Корольчук, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» Сожлобина. А у Мазыры после капитальной реконструкции выхованцы приняли Центр детской творчести и специализованная детская юнацкая спортивная школа Олимпийского резерва. Это важные и, саправдой, потребные городу и району объекты. Наши корреспонденты с подробностями. Сегодня Мазырский Центр детской творчести працует в двух будинках. Первый после реконструкции открыли в середине вересня. Зараз не дошла черга другого корпуса. Проблемы подчас проведения тут капитальных рамонт были связаны со статусом побудовы, якая изъявляется историко-культурной каштовностью. Хоть в полной ступени это, саправдой, символично. Миновата, у таким будинку теперь будут заховывать и развивать народные традиции. Дальше, подчас открытия установы Центр отримал два сертификата. На 20 тысяч рублей от Абл-Виканкама и на 10 тысяч от Мазырского райвиканкама. Есть возможность сегодня развивать интересы по различным направлениям. И хореография, и другие депозитивные искусства. И самое главное, что те традиции, которые есть в наших дедах, прадедах, они сохраняются благодаря тем педагогам, которые здесь работают и дают возможность с нашим детям, себя проявлять в цех или иных направлениях. Открытие Центра детячей творчести для Мазыра – саправды значная падея. Некольких годов занятки проходили у разных кутка города, что было незручно, как для самих выхованцев, так и их батьков. Непосредственно, этот будинок за проблем с финансованием находился на реконструкции 8 годов. Для распроцовки проекта на каштаресной документации, подрядных работ и монтажу обсталявания спотребилися амоль 2 миллиона рублей. Зато и теперь дети могут развивать свой творческий потенциал у саправды комфортных умовах. Глина работать не тяжело, потому что, когда ты ее держишь, она себя не ведет так, шатается все время, она не ведет себя так. Ну, то есть ей легко работать. Еще один открытый объект – специализованная детячая юнацкая школа Олимпийского резерва номер 2, необходные для капитального ремонта сродки выдатковали из областного и районного бюджетов. Плюс гроши, яке школа зарабила на оказание паза бюджетных послуг. У Мазары-Перекананы проведение этих работ было необходным. За час эксплуатации будинок пришел у Такистан, что займаться у им далей становилось небеспечно. Размовы об тем, как больше не развивать, у Мазары такие виды спорту, як вольная боротьба, тяжкая легкая атлетика, а так само акробатика, не было. Сяруть сенешних навученцев с дюшар переможцы, призеры республиканских, европейских и сусветных споборництвов. Пришимся пир тут могут займаться так само и люди с обмежованными физичными махчимостями. Не выключено, что для их у школы будут проводить спортивные турниры. Мы, в принципе, хотели бы даже попробовать в ближайшее время провести какой-нибудь турнирчик с людьми с ограниченной возможностью. Потому что все условия, безбарьерная среда, подъездная группа, въезд в игровой зал, туалет и все оборудовано под эти соревнования. Александрова Ольга Коновалова, Валерия Габанько, телерадокомпания «Гомель» с Мазара. И нарыште, саправды и новоцинный подарунок до свята. У рабочем поселку Большавик Гомельского района сегодня отшинили дверы для новоселу два жилых шмат-кватерные домы. У одним из них есть автономная электрокотельня. Для в области икраины это уникальный проект. Вероника Гамзюкова побывала на открытии. Это арадная 60-кватерная шмат-поверховка. Первая у краяне, в которой генерация тепла отбывается во властной котельне. В подвале установлены три огульнодомовые электрокотлы огульной мощностью 260 кВт. Два заят для отепления, один для подогрева воды. Теперь у жихаров дома будет горячая вода круглый год. Подогрев поддерживается постоянно. Больше затоя в экстренных выпадках один бак с четырех наполнится горячей водой за 20 минут. Зменится для жихаров и система оплаты отепления. В каждой квартире у нас установлен индивидуальный теплощетчик на отопление и жилец может зареключить договор с обслуживающей организацией и в будущем оплачивать за потребленную энергию за свою квартиру. На данный момент, пока жильцов на доме нет, производится учет тепловой энергии через общий домовой счетчик. Бодовництво подобных жилых домов вядет с измытой выкористовывать ресурсы белорусской атомной электростанции. С вводом БЛАЭС и повеличением выпроцовки электроэнергии в регионе плануется поширить сколько объектов жилевой и социальной инфраструктуры. Уже у Снежних этого года Гомельский домобудовничий комбинат сдаст еще одну шмат поверховку с уластной котельной в подвале и электроконвекторами в каждой квартире. В планах на наступный год побудовая еще двух аналогичных домов. В уголе 2020 для компании повод для попередних выников склався неодренно. Закончим его с прибылью. На следующий год первое полугодие уже набран портфель заказов и работаем дальше. У нас смешанное и коммерческое и для нуждающихся и арендное жилье. Также работаем за границей. Геннадь и Людмила Антипенко худко станут новоселами. Больше за 50 год они прожили у трехпокайовой квартиры в дровляном доме. Тогда будовали с дошек, а простору помежими засыпали пилованием. С часом у квартиры стало холодно и навод завелися пацуки. Переезд до новобудовли семья шакая с нетерпением. Очень хорошее качество выполненных работ. Отделка обои, полы, все сделано, как говорится. Не нужно будет никаких затрат дополнительных лично нам, как будущем жильцам. Ну и самое мы собственно как говорится жители поселка наблюдали эту стройку от начала до конца. И вот хорошо, что это совпало с такой знаменательной датой. Мы еще у худших жили в разбитых гнилых. Но дело туда, в бараках. А это сказка по сравнению с тем, что мы жили. Хоть, как говорится, к старости человеческим образом пожить. А кроме инновацийного сенья сдали извычайный 40-квартирный жилый дом. Усяго в Гомельском районе за этот год эксплуатацию вели больше за 35 тысяч квадратных метров жилья. Только в рабочем поселку Большевик появились 5 приватных и 2 шмат поверховые домы. До конца 2020-го сдадут еще один дом для шмат детных семья. Сейчас в рабочем поселку проживая больше за 3 тысяч человек. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, Телерадо, компания «Гомельс» Гомельского района. За мир одинства и незалежность в Лельчицком районе сегодня прошел автопробег под названием «Дорогами спаленных вёсок» в рамках республиканской акции «Беларусь – это мы». Маршрут пролягал прошатыры-агрогородки, которые потерпели в годы Великой Отчинной войны. Стартовала колонна с центральной площади Лельчицца. В начале она наличвала 75 автомобилей, однако по ходу руху их колькасть повелешилась вдвоя. Дорогами спаленных вёсок проехал и наш корреспондент Дмитрий Котов. На головной площади райцентра шматлюдна. Такую великую колькасть людей можно назирать довольно редко. Приблизно в 10 годин все удельники автопробега на своих местах. Это представники самых розных сфер. Наставники, социальные работники, медики, предпринимальники, депутаты и супрацовники райвы Конкама. В церемонии открытия пробега, якая займае некольких хвилин, колона начинает рухаться по запланованным маршруте. На передаче четыре населенные пункты. У кожным заплановано проведение митингов и складание кветок допомников. Маршрут автопробега Милочевич, Глушкович, Прибалович и Тонеж. Гэты населенные пункты обраны не вопадкова. Жыхары района называют их сестрами-хатыни. Под час Великой Ачинной войны в четырех вёсках было спалено 740 мирных же хоров. У колонии 75 автомобилей. Гэта символично, уличивающий, что сёли-то Украине отзначали 75 годзе Великой Перамоги. Однако на протягу маршруту колька сюдельников пополнялась, и у вынеку лишь бы повеличилась у двоя. Автопробег дорогами спаленных вёсок гэты им к ней не заховать память об трагичном илёсе вёсок района и их же хоров в сердцах сучасного поколения. Мало ведать историю с подружниками, её треба прочуть, пропустить про себе, кажут у дельники митингу. Правда, за всё да одна, и её треба заховывать. Конечная точка нашего маршрута деревня Тонеж. У меня папа родом из Тонежа, поэтому я не понаслышке знаю, что там было, что там во время Великой Отечественной войны фашисты расстреляли людей в церкви и сожгли. Поэтому, а многие подрастающее поколение, школьники, они не знают, то, что было. Поэтому мы своим примером, вот такими мероприятиями должны показывать нашему подрастающему поколению, что было в годы Великой Отечественной войны и та стабильность мира, который сейчас. За одиннство и стабильность. Удельники автопробегу так само выказывают свою громадянскую позицию на контоопошних подеев политичным житий громадства. Атмосфера подчас мероприемства по-соправному Сябрусская. Многие приехали НАВА целыми семьями. Усе одиноголосно свержают, необходно успехи и досягнений тое, что будавалось годами. Узнав о таком мероприятии, что будет проходить в нашем районе автопробег, я сразу приняла для себя решение, что буду участвовать. И не пожалела ни секундочку. Несмотря на то, что сегодня пасмурный день, настроение прекрасное. Я встретила много знакомых своих, этому очень рада. Мы хотим выразить свою гражданскую позицию, активную гражданскую позицию за нашу страну, за действующую власть, за нашего президента. Мы в данном мероприятии, я и моя семья выражаем свою гражданскую позицию в целях сохранения устойчивого развития государства, благополучия, безопасности и, конечно, недопущения того, что было у нас 75 лет назад, геноциды белорусского народа, то есть за спокойствие, за сохранение, за мирное небо и за процветание нашей любимой страны. Подобные думки притремливается и ведомый предприниматель, гоноровый гражданин Лельшинского района Валентин Будковский. Подчас нашей гутерки ее наста льгое об Советском Союзе. Кажа одной, что уже не стало Украины. Нельзя допустить такого лесу для сучастной Беларуси. Сегодня в нашем государстве, наверное, в Беларуси больше, чем либо в другой стране остались эти все коммунистические идеалы. Возьмите сегодня даже то, что у нас есть. Принцип коммунизма по жилью выполнен. Сегодня у каждого есть в целом Беларуси по квартире. Возьмите сколько машин, сколько всего. Да, но сегодня стали жить немножко чуть хуже. Ну а кто в этом виноват? Я думаю, что в этом виноваты мы сами. И самое главное сегодня не разрушить то, что есть сегодня. Ураевы конками означают, с идеей организовать автопробег выступили мясовые джихары. Людям было важно отдать данину память яхвярам фашизму и одночасово выказать свои думки на конту лес Украины. Идею улады подтримали. Сегодня мы в инициативе наших граждан решили провести такое мероприятие. Но как я уже сказал, что нет будущего без прошлого. И мы сегодня опять же собрались в том числе, чтобы выразить активную гражданскую позицию, твердую позицию Лельчуков. Потому что мы видим и не можем оставаться безразличными, что творят сегодня отдельные деструктивные силы. Они открыто призывают сегодня разрушить экономику, разрушить нашу страну. Конечно же мы не позволим это сделать. И мы сегодня опять же собрались, чтобы поддержать действующего главу государства, поддержать это твердая наша позиция. И мы всегда не отступим от нее. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель, Лельшицкий район. Долучайтесь. Завтра побожь с Гомелем стартует автопробег за Одиную Беларусь. Усех небояковых автомобилистов чекают у поселку Красное на автозаправочной станции. Выезд у 7 годин ранницы. До колонны можно долучиться у Жлобини у 8 годин. Место сбору так само автозаправка. Наступный припынок будет у Бабруйску. Кончатковая кропка, Минск, тамудельники плануют проехать в окол столицы Памкат. За пошние тыдни автопробег объехал все в области Беларуси, наведу великие и малые городы. Уникальная машинность подорожнишать разом со своими однодумцами от Гомеля до Минска в неделю з'явится у кожного автовладальника. До других тем. Удаченение до четырех активных удельников беспорадков на БМЗ распочатая криминальная справа. Все лето 17-го дневни они разом с группой особ вспынили рух технологичного транспорта, который доставлял сыровину в сталеплавильные цехи. Это привело до порушения деятельности завода. Информация об инциденции неоткладно поступила у областной управления следствия комитета. Увы, некупильные работы правоохранников усталеваны организаторы и активные удельники беспорадков. Один из них зараз скажет, шкадуя обзробленным. На тот момент как бы не задумывался, но потом уже доходило до меня, чем это может закончиться все. То есть уже подошел к сфероповозу. Сожалею, что так получилось. Не обдуманно, по-идивотски. И, конечно, сожалею и не готов оплатить ущербы всем. Думается, в первую очередь последствия, наверное. И мне самому надо было думать об этом. Супрась гомельчанина, который подпалил свой властный дом и ледь не загубил близких. Распочата криминальная справа. Здарыня отбылось еще на передо Дневеликодня. Господар на добрым подпитку, перерезал газовый шланг и поднес до его подпаленную запалку. Куличи, но после выхода мужа поспешилось обудить родных, которые до того часа уже спали. Когда люди покидали дом, на кухне бушевало полымя. А мужчина кричал «Хочете жить? Утекайте!». Погода спотребилась, как провести комплекс необходимых экспертиз. День мужчины дадена объективная оценка. Сам Йон на пожары отримал опеки первой, другой и третьей ступеней утяжкости. Близкие вырытовались, а понесенные страты майомости склали 10 тысяч рублев. Протягиваем выпуск. У День военной разведки у поселку Чонки отбылась встреча представников службы. Мета ушановать память полковника Ильи Старынова. Его лишать одним самых легендарных советских диверсантов, дякуя его намаганиям, у Червоной армии сформировались специальные подразделения, которые выполнили разведывально-диверсийные задачи в тыле ворога. Боевый шлях Ильи Старынова и его Вушню связаны с Гомельщиной. Тому в минулом годе на базе санатория Чонки открыли памятный знак у гонор великого разведчика. Завершился митинг складанием кветок до мемориала. Старинов Илья Григорьевич считается патриархом военной разведки среди подрывников. Это настолько значимая фигура не только советских времен, но и времен уже постсоветских. Почему? Потому что на примере полковника Старинова воспитаны многие тысячи военных разведчиков подрывников. Школьные каникулы с корыстью. У Гомельской средней школе номер 9 прошло спортивное свято марафон воротовальников. Его мыть не только патриотичное выхование школьников, пропаганда здорового ладу життя, но и популяризация профессии пожарного. Хлопчики и девчинки приняли удел в конкурсах и эстафетах примерили обмундирование сопрацовников МНС и отшулися безоправными воротовальниками. Спортивное свято промерковали до 77-й годовины вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Организаторы свято означают дитячая занятость особливо подчас каникул важная задача для установ адекватии. Совместно с Гомельским городским отделом по чрезвычайным ситуациям планируем каникулы не только весенние осенние каникулы но и зимние и весенние на сегодня уже в проекте в будущем соревнованиях которые будут проходить на зимних каникулах. Середняя школа номер 9 неизвышайная установа адекватия и айки равниства заключила договор об супрацовнестве с Гомельским городским отделом по надзвычайных ситуациях. С того часу тут навучаются четыре специализованные классы где школьники освоивают азы профессии выротовальника. Это и инши новины информацию о проектах Толярадо компании Гомель вы можете знайти на нашем сайте и интернете по адресе www.tivergomel.by На этом выпуск завершен и всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok